Друзья, привет! В этом видеоролике я поделюсь с вами ошибками интервального голодания, которые когда-то я допускала сама, и об интервальном голодании уже много я писала в контексте здоровья мозга, психики и так далее. И самые популярные ошибки на интервальном голодании, которые не добавляют вам здоровья, добавляют лишние килограммы, дополнительный уровень кортизола, это все то, о чем я расскажу. Именно поэтому нужно следить за состоянием организма и не повышать постоянно инсулин. Важно понимать, что чем чаще мы едим, тем чаще скачет инсулин. И такое пищевое поведение приводит не только к избыточному весу, поджелудочная железа тоже изнашивается, что повышает риски сахарного диабета. Интервальное голодание помогает избежать таких негативных последствий, но даже с таким режимом питания можно совершать серьезные-серьезные ошибки. Почему? Потому что многим рекомендуют дробное питание, поскольку оно способствует снижению веса. Идея заключается в том, что маленькие порции не дают большой гликемической нагрузки, поэтому инсулин повышается незначительно. С таким питанием люди должны на самом деле ускорять метаболизм и худеть. Но это работает, если не превышать размеры порции. Последнее время набирает популярность интервальное голодание, поскольку именно такое питание не ограничивает любимой еде, и при этом теряются килограммы. Скажу так, любимая еда не всех приводит к здоровому состоянию чисто физического тела. И один прием пищи в сутки, даже если вы разделили сутки на двое и питаетесь один раз, то, соответственно, не увлекаетесь этой историей. Организм поступит так, как считает нужным. И автоматически он запрограммирован на выживание. Интервальное голодание на высокоуглеводной диете – это вообще абсурд. При таком сочетании вы точно не получите желаемого снижения веса, и, соответственно, еще и в догонку кое-что получите. Диетологи рекомендуют применять интервальное голодание при кетогенной диете, поскольку оно уменьшает чувство голода и снижает во многих случаях позывы к срыву. Ошибка – голодание больше суток. Не стоит терзать свой организм длительными голодовками, и, соответственно, специалисты считают, что без еды нужно проводить не более суток. Если превысить этот временной промежуток, организм начинает испытывать стресс и буквально съедает сам себя, ведь нужный белок он начнет брать из мышц, и на другие органы этого всего не хватит. Разрешенные продукты, я говорила, рыба, яйца, творог, мясо, овощи, растительные масла – все это круто и хорошо работает. Но мои топовые ошибки при интервальном голодании – это не успевало подготовить рацион. То есть в поездках это было немножко хаотично. И скажу так, интервальное голодание в долгосрочной перспективе работает со всеми статьями, если вы понимаете, на чем вы голодаете. Многие, знаете, добавляют кофе, чай, танины, и у них вообще происходят различные-различные вопросы, связанные со стрессом, потому что неправильно это делают, и результат вообще во многих случаях никакой. Поэтому, друзья, когда мы с вами говорим про интервальное голодание, то ошибки – это база. Не подготовленный рацион, не заготовленные продукты, голодание без какой-то подготовки, голодание без каких-то системных решений – все это приводит к большому-большому стрессу для организма в долгосрочной перспективе. Записала вам новый ролик – продукты, которые помогают вашему метаболизму, и про то, как поддержать печень. Соответственно, все мои видеоролики направлены на физическое и психическое здоровье. Про желудок, про печень, про мозг – все это есть. Подписывайтесь.